Подводя итоги уходящего года, в администрации отчитались о выполненной работе по профилактике коррупционных правонарушений. В этом году знание чиновниками законодательства проверялось на аттестациях и экзаменах. Но не обошлось и без нарушений. В 2018 году проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам которого к дисциплинарной ответственности был привлечен один муниципальный служащий за несоблюдение требований к служебному поведению. Порядок приема спортивной секции, творческие объединения, бесплатное обучение и платные услуги в учреждениях дополнительного образования, проверка арендованных помещений. Директор департамента по делам молодежи и спорта рассказала о том, как организована работа по профилактике коррупции в молодежном центре, клубах по месту жительства и спортивных школах города. На родительских собраниях в этом году была рассмотрена тема запрета «Дарите и получать подарки». В преддверии новогодних праздников эту тему еще раз освежили. Но профилактика коррупции проводится не только среди педагогов и родителей. Подрастающее поколение активно занимается изучением этой проблемы и включается в работу по профилактике коррупционных нарушений. В период летней кампании в лагерях труда и отдыха с несовершеннолетними гражданами были проведены серии деловых игр на эту тему, коррупция это, ну и размышления на эту тему и что нужно знать о коррупции в целом. В завершении заседания комиссии утвердили план работы по противодействию коррупции в Сарове на 2019 год. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.